МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вечер четверга продолжает прямой эфир. В нашей студии сегодня заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Сергей Анатольевич Гаврилов. Я хотела бы озвучить тему сегодняшнего эфира. Это планы ремонта дорог и комплексного благоустройства территории Ленинского района. Тема очень обширна, поэтому я предлагаю разбить ее на несколько частей. И начнем мы с дорог. Но прежде чем мы их обсудим, я попрошу наших режиссеров вывести на экран телесюжет. Убрать нельзя оставить. 8-9 тысяч тонн смеси из песка и соли высыпаются на дороге района за зимний период. Часть вывозится сталым снегом, остальное убирают с приходом весны. Техника иностранная, рабочие, отечественные. Вся уборка разбита по этапам. Работают в ночь комбинированные дорожные машины. Они производят очистку покрытия асфальтового всей площади. Сметают и моют проезжую часть, тем самым сбивая весь мусор, песок, приладковую часть дорог. И затем запускаем подметально-уборочную машину прицепного типа «Бродвей Синьор-2000». У Синьора задача непростая – очистить город от смета. То есть убрать остатки мусора и песко-соляной смеси. Щетки сметают мусор в кузов, дорога параллельно поливается водой. Машина движется по определенному маршруту. Сегодня это улицы Березовая, Советская, Школьная и проспект Ленинского комсомола. Затем в дело вступает вторая машина – пылесос, вакуумный. Машина втягивает в себя остатки мусора, которые не сумела собрать первая. Там стоит турбина, создается вакуум и пыль с дороги собирается. В резиновые трубы там. И в бункеры, естественно. Хорошая машина, конечно. Жалко, что в городе мало таких машин. Нам бы побольше, и город был гораздо бы чище. Алексей Борисович сделает еще не один круг по заданному маршруту, чтобы полностью очистить дорогу. Вот только при работе тяжелая техника постоянно встречает препятствия на своем пути. Одной из основных проблем при уборке улиц – сотрудники Дорсервиса называют большое количество автомобилей, припаркованных вдоль тротуаров. Они не дают возможности убрать мусор, скопившийся около дорог. И если на Березовой и Советской улицах, где стоят знаки, запрещающие парковку, да еще и курсирует систему Паркон, уборку можно производить беспрепятственно, то на Советском проезде даже днем, когда в дворах много свободных парковочных мест, автомобили выстраиваются в одну длинную шеренгу. Здесь в почете ручной труд. Работа идет полным ходом, до конца месяца нужно все убрать. Далее – нанесение разметки и покраска тротуаров. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Сергей Анатольевич, ну прекрасная техника современная, помогает делать наши улицы чище. Мы видим, что есть и проблемы, не может проехать техника там, где автовладельцы оставляют машины. Сколько времени, с учетом того, что где-то надо делать вручную уборку обочин дорог, придется потратить для того, чтобы полностью очистить улицы? На выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки, покраске бордюров там, где это необходимо, приведение в порядок парапетных ограждений мы отводим флотирующим организациям месяц. Основные виды работы уже начались по подбору смета, по уборке дорог. Со следующей недели начнутся работы по промывке дорожного полотна и постепенно будем приступать к нанесению разметки. В отношении работ по ямочному ремонту, в отношении дорог по содержанию ливневой канализации, которая тоже является конструктивным элементом дороги, такие работы ведутся по постоянной основе, скажем так, здесь как бы сроки... Сроков нет. Сроков нет, да. Хорошо, мы вернемся немножко чуть позже к ямам, а сейчас мы говорим об уборке сметов, о песко-соляной смеси, которая применялась зимой. Я хочу, чтобы вы поставили оценку работе зимой этих служб, которые должны были убирать дороги. Все ли было гладко? Зима была очень сложная. Для всего подмосковного региона выпало очень большое количество осадков с самого начала года, с начала января. И, естественно, это аномальное количество снега позволило сделать вывод о том, что количества коммунальной техники было недостаточно. То есть были определенные проблемы. Здесь, конечно, хочу поблагодарить всех хозяйственных субъектов, которые действуют у нас на территории района, которые оказывали содействие в предоставлении и техники, и спецтехники для расчистки дорог и внутриквартальных проездов, направляли людей для таких мероприятий ручной расчистки. Ну и, естественно, хочу поблагодарить жителей за то, что с пониманием отнеслись к данной проблеме. Ну и давайте к ямам. Есть шутка такая, что растаял снег, а вместе со снегом растаял и асфальт. И мы на самом деле видим дороги, многие дороги испещрены ямами. В то же время мы видим на них и заплатки. Их стали ставить, по-моему, если мне не изменяет память, чуть ли не с февраля. Еще когда был снег, ну это применялся... Литой асфальт. Литой асфальт, да. А сейчас уже горячий. И вышла наша съемочная группа посмотреть, как это делается сейчас. И давайте вместе посмотрим. Устойчивое апрельское тепло в нашем регионе позволило перейти дорожным службам при ямочном ремонте с литого на горячий асфальт. Эти заплатки прослужат до нескольких лет. Работает подрядная организация «Трансдорстрой». Сегодня это улица в Расторгуевской части города. Задействованы у нас три единицы техники. Это у нас работает щетка, так называемая, на базе МТЗ подметальная. Вот самосвал, это он доставляет с завода асфальт, погрузчик фронтальный. Также малая механизация, это выбероплита, шоу-нарез, отбойные молотки. Качество ремонта зависит не только от техники и ремонтной бригады, но и от соблюдения технологий при ликвидации дефектов и ямы-выбоем. Вся работа осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить заплатку, сделать ее контуры ровными. После кромления сектор очищается от крошки пыли, и его покрывают битумные эмульсии для лучшего сцепления горячего асфальта со старым покрытием. Далее идет сам процесс асфальтирования. На данном ямочном ремонте он выполняется с помощью виброплиты. Этого достаточно для того, чтобы вновь положенный асфальт набрал определенную плотность, которая заявлена в документации. В среднем на каждую яму рабочие тратят до получаса. Кропотливый труд дает свои плоды. Заплатки выполнены на совесть. И только соблюдение технологии и правильное проведение каждого из этапов дает гарантию качественного ремонта дороги. Вот она, готовая заплатка. После того, как на ней поработала виброплита, рабочие дают гарантию на заплатки, сделанные горячим асфальтом, до пяти лет. И такие новенькие заплатки на дорогах увидят сегодня жители улиц Черняховского, Софийской и Ольгинской. А далее залатают дороги деревни Спаская и участок от Измайлова до села Блатниково. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ. Сергей Анатольевич, ну вот мы посмотрели, хорошо получилось у рабочих, ровненько, прям с люком в асфальт делают. А говорили, что до пяти лет, да, вот эти держатся заплатки. А про те заплатки, которые ставились во время зимы, которые ставились в начале весны, они временные. Их когда надо переделывать? И надо ли? Может быть, у них тоже срок годности до года там и больше? Литой асфальт, чем он хорош, он позволяет заделывать, скажем так, проводить ямочный ремонт при минусовых температурах. И, как вы правильно сказали, с февраля месяца к таким работам уже мы приступили. Скажем так, срок гарантии установленной заплатки, как сейчас было сказано в сюжете, он зависит в первую очередь от качества выполняемых работ и от интенсивности нагрузки на участок дороги. В любом случае заплатка – это, наверное, одно из самых слабых мест, потому что она имеет шов. Соответственно, все будет зависеть от целого ряда показателей. Если будет требоваться проведение работ по тем объемам, которые были выполнены, и опять перепады, скажем так, температуры, перехода, мы знаем, что с февраля, март у нас были большие частые переходы от нуля как в плюсовую, так в минусовую сторону. Будет требоваться проведение ямочного ремонта, естественно, он тоже будет проведен. Скажите, ямы заделываются только на каких-то больших дорогах или во дворах то же самое? Тоже Дорстрой занимается заплаточками? Вы знаете, как зона ответственности Дорсервиса. МБУ Дорсервис. Да, у нас в районе создано два муниципальных бюджетных учреждения. Дорсервис занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог, и МБУ, служба единого заказа благоустройства и дорожного хозяйства. Это муниципальное учреждение, которое было создано еще на базе сельского поселения Булатниковска, и впоследствии с передачи полномочий перешло на районный уровень. Их зона ответственности как раз на деквартальной дороге, объекты благоустройства. Соответственно, вот здесь зона ответственности поделена, естественно, и одно и другое муниципальное бюджетное учреждение будут проводить ямочный ремонт на свои подвесные территории. То есть я нехотя так взяла и уже перешла в тему благоустройства. Но я вернусь к дорогам. Говоря о дорогах, нельзя обойти тему их загруженности. Какие перспективы строительства новых въездов, выездов для того, чтобы город разгрузить? Больный очень для нас вопрос. Главные две сейчас перед нами стоят задачи. О них уже неоднократно говорилось, публично. Первый – это выезд из шестого микрорайона. Он нам просто жизненно необходим на улице Донбасска, чтобы была возможность заезда, минуя центр города, видное, и одновременно с выездом в районе путепрода через улицу Донбасска, с выездом на М4 Дон. Главная проблема у нас здесь сейчас – согласование с баланссодержателем Росавтодором как раз с этого выезда. До сих пор мы такое согласование не получили, хотя надеемся, что будет положительный результат. Как только такие технические условия на присоединение мы получим, мы готовы сразу будем приступить к проектированию этой дороги и, соответственно, в дальнейшем, уже после получения всей разрешительной документации, приступать к ее работе. Предположительно, как она пойдет? Ее трассировка есть. Она, скажем так, подробно обсуждалась и на встрече с жителями, которые проводил глава района, по-моему, в январе этого года. Пойдет она за селом Ермольна от 6-го микрорайона на путепрод, который у нас находится южнее проспекта Ленинского комсомола, через трассу М4 Дон. Да, понятно. И второй принципиальный вопрос, раз вы уже затронули тему въездов-выездов из города, это строительство выезда из микрорайона Зеленой аллеи Тарычева, где идет застройка группы компании МИЦ, на М4 Дон в районе МКАДа, в ту сторону. Но там обязательства застройщик свои подтверждает. То есть у нас есть полная надежда и уверенность в том, что этот выезд в установленные сроки будет сделан. Ну а пока новые дороги не построены, я знаю, что, тем не менее, собирается комиссия, она не только занимается, она называется комиссией по безопасности дорожного движения, но она занимается не только безопасностью на дорогах, но в то же время и думает о том, как улучшить пропускную способность дорог. Расскажите об этих заседаниях, и какие планы, вот нововведения для того, чтобы пробки рассосались, скажем так. Вы знаете, комплекс целых мероприятий прорабатывается, ну, уже об этом тоже говорилось неоднократно. На сегодняшний день разработана комплексная схема организации дорожного движения, которая сейчас находится в Ленинском районе, в принципе, всего, да, в составе всех поселений. И находится эта схема сейчас на утверждении Министерства транспорта Московской области. Но, в принципе, скажем так, уже в виде конкретных предпроектных предложений такие наработки есть. И принципиально для, скажем так, разгрузки вот того трафика, скопления машин, часы пика особенно, да, который мы наблюдаем на территории города Видно, и не только города Видно, на территории, в принципе, всего Ленинского района. Но если мы говорим про город Видно, то, в принципе, уже есть некое понимание, да, о начале проработки, ну, скажем так, определенных моментов. То есть, это развязка у нас идет ПЛК с Советской Березовой. Вот. То есть, сейчас будем готовить предложение, в частности, уже по включению определенных корректировок в бюджет района, следующей корректировки в части проектирования. Начало уже на необходимый проспект проектирования. Следующий, скажем так, острый момент у нас пересечения Школьной-Советской. Здесь надо... Есть такое дело. Можно тоже отрабатывать вот это пересечение. Есть серьезный момент, который, он чуть отложен, но в ближайшее время тоже возникнет в связи с вводом двух домов в ближайшее время по улице Олимпийская. Соответственно, вот будут заселяться новые жители, и тут вот трафик у нас тоже будет повышенный. Соответственно, вот еще узкое место получается пересечения Олимпийской и Школьной, и, соответственно, Олимпийской и Нижнего Пылка проспекта Ленинского и Комсомола. Плюс, скажем так, принципиально еще данные предложения по изменению, в принципе, трассировки дороги в районе тоннельной развязки с совмещением Старой Нагорной и улицей Донбасская. Интересные предложения, которые необходимо тоже, скажем так, детально рассмотреть уже проектной организацией и, так сказать, просчитать целесообразность реализации данного проекта. И, естественно, реконструкция улицы Радужиной. Об этом мы уже тоже неоднократно говорили. Сейчас проектная документация, в принципе, уже готова. Сама стадия проекта находится в экспертизе, но необходимо еще сделать работы по разработке проекта планировки. Скажите, а вот мы когда говорили о новых дорогах, а не появится выезд с ПЛК на Олимпийскую? Либо на ПЛК, извините, Советской, там, где банк? А я как раз имею в виду... Это вот когда вы назвали Нагорная Донбасская? Нет, нет, нет. Это имеется в виду как раз вот соединение Олимпийской и Нижнего ПЛК. Прорабатывался тоже вопрос соединения как раз вот четвертого микрорайона в этой точке. У нас вопрос о телезрителе поступают. И вот касается дорог. Один из них, когда будет отремонтирована дорога из города до деревни Калиновка, вся дорога в ямах, как после бомбежки. У нас был сюжет, да. Очень проблемный вопрос. В план капитального ремонта на текущий год она не попала, но мы принципиально, скажем так, достигли договоренности о ее ремонте за счет внебюджетных источников. И, соответственно, к работам я очень надеюсь, что мы уже приступим за следующей неделю. Ну, раз мы стали говорить о ремонте дорог, то, может быть, и раскроем и дорожную карту о ремонте дорог, которые запланированы на 2016 год. Перечень достаточно внушительный по объектам. Я кратко пройдусь по нему по поселениям. То есть в городе... Да, пусть люди услышат, да, обрадуются. Хотя могу сразу сказать, что он опубликован, размещен на официальном сайте администрации в разделе дорожного хозяйства. С ним можно подробно там ознакомиться. Значит, по городу Видное у нас в планах ремонт улицы Березовая, в том числе подъездка к селу Ермолина. Ремонт участка дороги в районе тоннельной развязки от кругового движения в районе ВНИКОПа до тоннеля с тремя мостовыми соединениями с заездом на Старую Нагорную. Далее, значит, ремонт улицы Донбасская с увеличением количества парковочных мест. Улица Старая Нагорная также попадает у нас в ремонт. Улица Заводская, Лемешка. Заводская у нас с вами идет от поликлиники до поворота на медицинскую. Вот этот участок дороги требует ремонта. Мы активно зайдем в Расторгуевскую часть. В ремонт там попадает улица Детская, Софийская, Первый футбольный проезд, Луговой проезд. Значит, помимо этого, сейчас на ближайшей корректировке в конце апреля выносит еще ряд мероприятий по объектам дорожного хозяйства, конкретно по Видной, тоже Расторгуевской части, улица Спасская. Значит, вторая набережная, Первый шоссейный, Павловский, Тупики, с Первого по Четвертый, Первый и Второй дачные переулки. Значит, будут переданы работы по ремонту дорог деревни Спасская и деревни Таблова. Это вот перечень работ по Видному. По Булатиновскому поселению, значит, будет отремонтирована дорога от поселка Булатникова до поселка Измайлова. И в деревне Дрожжино будет сделана дорога от улицы Юбилейной до кладбища. И, значит, по сельскому поселению Развилковское будут отремонтированы дороги в деревне Картино муниципальная и в селе Беседы и деревне Мильково. Есть перечень дорог, которые будут попадать под ремонт. А вот скажите, я правильно понимаю по Развилке? Петр 38 лет задает вопрос. На въезд в поселок Развилка со стороны МКАДа ямы подлатали. Спасибо. Но это временная мера. Когда же сделаете дорогу как положено? Попал? Нет. Если я правильно понимаю, то речь идет о участке дороги от торгового центра Шины Мира до въезда в поселок Развилка до областной дороги МКАДа Розду и Беседы МКАД. Эта дорога, к сожалению, не находится у муниципальной собственности. И вот сейчас были приняты экстренные меры по отсыпке вот тех ям, которые там образовались, скажем так, да. И также будем решать вопрос по проведению там ремонтных работ. Я думаю, в июне месяце в полном объеме мы с этой задачей справимся за счет небюджетных источников. А вот скажите, есть дороги, у которых нет хозяина. Еще зимой мы снимали по обращениям жителей, которые хотят идти мимо Таболовского пруда и хотят там пешеходную дорожку, но дорога никому не принадлежит. И таких дорог в Ленинском районе, наверное, еще можно сосчитать? Или они уже все приняты? Нет, к сожалению, сосчитать можно и не один десяток километров. В принципе, у нас с вами дорожная сеть Ленинского района муниципальная составляет 227 километров. И на сегодняшний день администрациям поселения проводились работы по выявлению постановки на учет безхозяинного дорог. Порядка 51 километр до дорог сейчас находится в стадии приемки по безхозяйной схеме. К сожалению, процедура приемки достаточно большая. То есть необходимо вначале сделать техническую кадастровую документацию, заявиться с соответствующими запросами в органы исполнительной власти области СУБЕ и Российской Федерации, чтобы подтвердить, что в их реестрах собственности такие объекты не исчислятся. И после этого уже обратиться в регистрационный орган для постановки объекта в качестве безхозяйного. Такая процедура постановки происходит в течение года. И, соответственно, потом уже администрация района, тут нам очень хорошо помогает Винницкая городская прокуратура, готовит уже заявление в суд на признание объекта муниципальным. И, соответственно, после этого объекта принимается На нее можно выделять деньги и приводить в порядок. Ну да, то есть появляется основание. Скажите, вот Алексей Александрович Комочков спрашивает, когда будет сделана нормальная пешеходная дорога от платформы Бица до деревни Жапкино? Сейчас там нет освещения, набросанной плиты, а мост через Бицу ежегодно приходит в негодность. Это какая дорога? В муниципальной собственности этой дороги нет. В отношении моста через Бицу, если мне не изменяет память, он находился там в аварийном состоянии. Администрация поселения, по-моему, там приняла какие-то экстренные меры по его восстановлению. Но тут надо, конечно, ставить вопрос уже перед, скажем так, организацией, занимающейся как раз содержанием водоохранных объектов по проведению данного вида работы. Отдельно рассмотрим, посмотрим, что можно сделать. Да, вопросов много, и все они касаются не только дорог, но и благоустройства, о чем я бы хотела тоже поговорить. Скажите, сейчас для того, чтобы провести комплексное благоустройство, я так думаю, что уже до даже начала 2016 года была разработана определенная программа, по которой будет оно проводиться. Также вы встречаетесь и с жителями во дворах, чтобы узнать, какие их пожелания. Есть небольшой сюжет, он снимался немного ранее, чем в апреле, но сам факт того, что такие встречи проводились, я хотела бы обсудить и сначала посмотреть. Хорошо. У дома номер три по Жуковскому проезду предприимчивые автовладельцы зарезервировали себе парковочные места, засыпали газон асфальтовой крошкой и строительными отходами и получили часть преддомовой территории в свое личное пользование, тем самым нарушив сразу несколько федеральных законов. Вопрос с незаконной парковкой должен решаться в рамках администрации, так как земля муниципальная, принадлежит, соответственно, Ленинскому району, и земля эта должна быть для всех. Кроме захвата парковки есть и другие проблемы. Жители сетуют на отсутствие детской площадки. Также стоит вопрос о сохранении бельевой площадки позади дома, так как у жителей первого этажа нет балконов. Для обсуждения решения вопроса благоустройства и было организовано собрание собственников многоквартирных домов с представителями администрации. В рамках комплексного благоустройства у нас и так с вами запланировано здесь расширение парковки, но мы еще тогда подрасширим ее фактически до магазина. Давайте схему посмотрим с вами. Вот так как, чего не устраивает? Вот у нас тут пять домов. Вот той площадки не хватает, тем более, когда ее за домом. Вот это место под детскую площадку, оно подтверждается? Подтверждается. Не надо, здесь не надо. Будьте добры, озеленитесь здесь, поставьте кустами. Собрание прошло очень сумбурно, мнения разошлись. Жители дома номер три за парковку, жители дома номер девять за сквер. Но в любом случае комплексное благоустройство не начнется, пока жители не придут к консенсусу. Будем собираться дополнительно, от каждого дома по два человека, в администрации, в отделе благоустройства, для более конструктивного обсуждения благоустройства территории. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев и Адамия Елена Кожелева. Видное ТВ. Сергей Анатольевич, ну неспроста, конечно, мы показали этот сюжет, мы его даже немножко подрезали, потому что в наших новостях он шел полностью, и люди до драки доходили, чтобы доказать, что мы хотим одно, а другие другое. Как вот в этом случае быть вам, и как примирить жителей, и прийти вот именно к какому-то консенсусу? Ну, здесь подробно уже было рассказано о проблеме в этом сюжете. Да, задача наша здесь, скажем так, услышать мнение жителей и одного, и другого дома, и принять правильное решение, с учетом попытаться, скажем так, максимально принять решение, которое удовлетворяло бы, скажем так, обе стороны, но без нарушений каких-то нормативов, которые у нас действуют. Соответственно, и с этим вопросом, я вот смотрю, в сюжете была и Вера Сергеевна Маркина, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства, и Александр Евгеньевич Усков, исполняющий обязанности главы городского поселения Видное, этот вопрос тоже будет решен, и, соответственно, компромиссное решение здесь обязательно будет найдено. Я знаю, что очень много будет благоустройства проводиться в городе Видное, но также оно шагнет и за пределы районного центра. И есть у меня вот от Ольги, жительницы поселка Новодрожжино, обращение. Знаем, что в этом году в нашем поселке запланировано благоустройство дворов. Даже не верится, что дождались. Пожалуйста, не забудьте решить вопрос с транзитром транспорта, через наши дома в часы пик водители гонят по дворам, как по трассе. Опасаемся за наших детей. Это очень острый вопрос именно для поселка Новодрожжино. Почему? Потому что вся новая застройка, ну, по сути, Дрожжино-1, Дрожжино-2, она выезжает как раз, минуя пробки на Варшавском шоссе, вот через вот этот сквозной проезд. Соответственно, вы правильно совершенно сказали, у нас принято решение в связи с передачей в муниципальную собственность всего поселка, всех домов, решение о проведении работ по комплексному благоустройству всей территории поселка Новодрожжино. И в рамках проведения этих работ также будет разработана схема организации дорожного движения. Так что этот вопрос мы обязательно закроем в текущем году. Более того, скажу, что перед работами по комплексному благоустройству будет проведен комплекс мероприятий по замене всех внутриквартальных инженерных коммуникаций и по воде, и по теплу. Кроме Новодрожжино, где ожидать еще большого комплексного благоустройства? Ну, про видные вы уже сказали, 15 дворовых территорий. Я не буду сейчас подробно на них останавливаться. Они также все размещены на сайте администрации района. Значит, помимо видного военный городок Петровска, вот также был передан муниципальную собственность. Также были, скажем так, проведены встречи с жителями, обсуждены планы по благоустройству. И также в этом году на этой территории будет проведена работа по комплексному благоустройству с учетом, скажем так, предложений, которые были высказаны с жителями. Помимо этого, поселок Развилка со своими мероприятиями, и вообще сельское поселение Развилковское, сельское поселение Молоковское, все работы будут проведены в срок. Сергей Анатольевич, я знаю, что в военном городке Петровское создан общественный совет, инициативная группа. Как плотно вы с ними взаимодействуете? Какие предложения вносят? Потому что эти люди, эти жители Петровского в очень долгое время находились в забвении из-за того, что не принадлежал городок муниципалитету. С инициативной группой очень тесный контакт. Была последняя встреча, где, в принципе, подробно рассматривались предложения по благоустройству. Она была не одна, таких встреч было несколько. Нашли отклик. То есть, по сути, помощь инициативной группы заключается в том, что были обобщены предложения жителей, направлены в администрацию для учета при разработке комплекса схемы благоустройства этой территории. Сергей Анатольевич, Вы еще в начале эфира нам рассказали о том, что создана новая служба, которая, кстати, вот сейчас к нам в обсуждении будет очень полезна. То, что строится при комплексном благоустройстве, должно еще хорошо содержаться. Я предлагаю посмотреть сюжет. Это рейд главы района. Там упоминается об этой службе. А дальше продолжим разговор. Хорошо. На электронную почту главы постоянно приходят жалобы от жителей района. Эти фотографии прислали жители улицы Советской. Снег растаял, и как подснежники повырастали кучи мусора. И вот Олег Хромов на указанной адресатами территории. Тут же уже кипит работа. Сотрудники недавно образованного предприятия, службы единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства наводят порядок. Наше поле деятельности. Это внутриквартальные дороги. Это в будущем, здесь тоже конкурсы были разыграны, детские спортивные площадки, но пока их содержит другая организация по городскому поселению Видное. Это памятники, это различные зоны отдыха, скверы. Также это дорожки и тротуары, внутриквартальные дороги, газоны. Кроме этого, организация будет заниматься высадкой цветов к началу мая. В эти апрельские дни работы невероятно много. Но впереди ряд субботников. Город необходимо сделать чистым. Я всех уважаемых жителей приглашаю выйти во свои дворы, выйти на территории общего пользования. Мы всех обеспечим соответствующим инвентарем, экипировкой, для того, чтобы это сделать хорошим, добрым праздником. Ведь это замечательная, добрая традиция, причем христианская традиция – убираться перед Пасхой. Я думаю, субботники, конечно, это очень полезное дело. Мы пригласим наших жителей, особенно на массовый субботник, который состоится 23 апреля. Ну а возвращаясь к службе, как она называется еще раз, давайте скажем, и насколько она будет полезна району? Служба называется, организация называется МБУ, служба единого заказа благоустройства дорожного хозяйства. Ну, Александр Викторович, директор Голиков, директор этой организации, в принципе, подробно остановился на всей зоне ответственности. Польза, скажем так, в такой организации однозначно есть. Во-первых, она вот уже приступила с 1 апреля непосредственно к работе в рамках муниципального задания, и уже реально видны результаты этой работы, потому что охватили, в принципе, все поселения, вся территория, скажем так, которая подведена на участки. Везде есть мобильные бригады, постоянные бригады, есть начальники участков, мастера, которые контролируют конкретно выполнение работы. И самая главная задача, которая ставилась, уйти, в принципе, от, скажем так, проведения торгов на вот все виды работ, которые сейчас были предусмотрены, она достигнута. То есть каждый вид работы выполняет не какая-то подрядная организация, которая выиграла торги, и, скажем так, добросовестность которой, ну, скажем так, которую приходится контролировать. Здесь люди каждый день приходят на работу, как врачи, как учителя, и получают за эту зарплату, отвечают за свой конкретный участок работы. И когда они сделали, они никуда не уехали, искать их не нужно с собаками. Конечно, совершенно верно. То есть вот главная задача, конечно, было, скажем так, были определенные сомнения в целесообразности, в необходимости. Решение было принято, и решение показало, конкретный результат есть. А вот у нас уже, ну, можно сказать, с нашего эфира первое обращение к службе единого заказа и благоустройства. Наведите порядок на Петровском проезде по пешеходной дорожке. Около храма Екатерининская пустыня чистят машины. Разбит весь асфальт. Поставьте ограждение. Виктор просит. Обязательно отработаем эту заявку. Более того, скажу, что Петровский проезд у нас попадает, дома по Петровскому проезду 22, 27, 30, корпус 1, 30, корпус 2 попадают в зону комплексного благоустройства. Вот, соответственно, будет принят комплекс мер по наведению порядка на территории. Помимо этого, сейчас прорабатываем вопрос по созданию пешеходного тротуара от танка до храма с организацией, скажем так, вблизи храма, отдельных парковочных мест в связи с тем, что, как правило, это место пользуется, скажем так, большой популярностью и необходимо, так сказать, организовать там достойное, так сказать, размещение автомобилей. Я полностью согласна, конечно. Еще есть обращение уже от жителей Битцевского проезда. Наведите порядок, дома 1, 3, 5. Мы тоже люди и хотим жить в цивилизованном микрорайоне. Уберете ракушки, они портят весь вид. Вдобавок можно сделать много парковок для жителей. Из-за нехватки места все заставлено. Приходится с коляской выходить на дорогу. Задача номер один. Для нас территория там действительно большая, требуется наведение порядка. Обязательно будем отрабатывать. В план благоустройства на 2016 год, который формировался в 2015 году, этот объект не попал. Обязательно будет принято мера по включению в 2017 год. Либо при наличии, скажем так, экономии денежных средств проведена работа в 2016 году. Сергей Анатольевич, а как законно расставаться с этими ракушечниками? Которые действительно уродуют облик города и совершенно доставляют много хлопот соседям. Это законно. В районе и в каждом поселении действует положение о сносе самовольно-установочных ракушек. Соответственно, есть процедура, где администрация уведомляет правообладателей этих объектов заранее, за определенный период времени путем расклеивания соответствующих объявлений. Если ракушка не выносится, не выводится самостоятельно хозяину, собственникам, принимаются меры к ее демонтажу и вывозу. Их много осталось у нас в районе? Очень много. Еще очень много? Конечно. Во всех поселениях такая проблема существует. Не то, что это проблема, скажем так, ее за один раз тоже не решишь, поэтому она решается постепенно путем комплексного захода на дворовую территорию. Как только заходит комплексное благоустройство, уже такого безобразия не остается. Принимается мера, да. Следующий вопрос. Каждый день вожу сына в первую школу. Большая просьба сделать что-то с лужей, которая в дождливой погоде образуется на тротуаре. Невозможно пройти. Кстати, это не только около первой школы. У нас много мест, где лужи стабильно стоят. В отношении первой школы там действительно необходимо будет проводить работу по поднятию в местах скопления уровня асфальта. Но, скажем так, это в планах есть. И в этом году это обязательно будет сделано. Соответственно, да, отработаем, примем к исполнению. А что это? Почему образуется лужа? Это какая-то проблема с ливневой канализацией? Ну или как не канализация? Либо ее отсутствие. То есть тут, скажем так, целый комплекс мероприятий необходимо будет проводить, чтобы с этой проблемой побороться. То есть, чтобы убрать лужу, порой приходится делать намного больше, чем сделать одну ямку? Да, да. Так, а у нас вопрос. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. В рамках программы безопасности дорожного движения вы объединяете две остановки общественного транспорта и переносите их к Дому 2Б. Между этой остановкой и остановкой ОАТС будет большое расстояние. Около кинотеатра «Искры» часто организуются плодовые овощные ярмарки, где многие пенсионеры, живущие в городе, приобретают продукцию по низким ценам и с тяжелыми сумками идут до остановки. Теперь это расстояние будет еще больше. Вот это вопрос от пенсионеров. У них большая просьба между этими остановками сделать еще одну 12А. Это вот синий овощной магазин. И старожилы помнят, обращается наш заявитель, это Наталья Геннадьевна Тюмбарова, что там была раньше остановка. Надеемся, что наша просьба будет услышана. Спасибо за такое предложение. Мы обязательно его рассмотрим. Вопрос о совмещении двух остановок был поднят на последнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На то есть объективные причины, скажем так, большой трафик в часы пик блокирует, скажем так, общественный транспорт. Поворот направо с улицы Школьной на улицу Советская. Это в районе остановки университета, университета. И определенно есть проблемы с выездом от торгового центра Курс. Сразу у нас стоит остановочный павильон. Решение, скажем так, находится пока в процессе проработки. И, так сказать, будет рассмотрено и окончательно принято с учетом предложений, которые сейчас были озвучены. От Сергея вопрос. Будет ли приводиться в порядок ограничитель проезда у тоннеля в Расторгуеве со стороны автобусной станции? Да, мы говорим... А, со стороны автобусной станции. Возьмем в работу то, о чем я ранее сказал, по плану ремонта дорог, как раз в районе тоннельной развязки. Со стороны города однозначно мы все здесь отремонтируем, а здесь посмотрим и тоже примем к исполнению. Из развилки вопрос от Владимира Артуровича. В развилке возле храма дома номер 45 мусор на улицах грязь. Ставят машины. Грязь дорог во время дождя стекает к нашему дому. И никто не убирает. Понятно. Проблема. Отработаем с специализированными организациями. Во-первых, проверим своевременность вывоза мусора. И, во-вторых, там есть действительно проблема по ливневой канализации вблизи. И вот как раз 45-48 домов возьмем к исполнению. Обращается к нам Степанова Людмила Валентиновна. В поселке Суханово обещали сделать переход. Зебры и светофора пока нет. Обращались несколько раз и к Сергею Анатольевичу, и на сайт Добродел. Три года боремся с этой проблемой и просим вас о помощи опять. Дорога областная. Подготовили, направили мы обращение соответствующим МОС Автодор. План ремонта сейчас единственный, не готов сказать. Были включены эти работы. Давайте уточним и заявители проинформируем. Вопрос про дорогу от села Ермолина с выездом на М4. Вот когда мы с вами обсуждали, она спросит немножечко вернуться к этой теме. Пройдет дорога между Ермолина и кладбищем или кладбищем из Сопронова? И предусмотрены ли шумозащитные экраны? Житель села Ермолина. Комплекс мероприятий по шумозащитным экранам, сейчас об этом говорить рано, если будут, они требуются, они будут, естественно, тоже в общем проекте строительства предусмотрены между деревней Ермолина и деревней Сопронова. То есть трассировка дороги с обратной стороны, ближе по направлению к горскому поселению, к горскому Ленинскому. От Елены вопрос, когда будет отремонтирована дорога в Торычево? Понятен вопрос. Ремонт дороги в Торычево будет планироваться, если мне память не изменяет, у нас сейчас там проводятся работы за счет средств застройщика групп компании МИЦ по разработке проекта централизованного водоснабжения и водоотведения. На последнем штабе по строительству застройщик подтвердил свои обязательства, которые он на себя взял. Вот целесообразно, конечно, ремонт дорог капитально проводить после строительства сетей водоснабжения и канализования. Давайте сделаем таким образом, если, скажем так, есть необходимость проведения ямочного ремонта, мы это посмотрим. Но, конечно, хотелось бы проводить, это будет по хозяйски правильно, ремонт капитальный после того, как мы проложим инженерную инфраструктуру. Ну, естественно. Вот обращение от жителей, от группы жителей дома 58, улица Школьная. У нашего дома нет мусорного контейнера и все бросают, все бросают мусор куда попало. Хорошо, тоже проверим эту информацию, посмотрим, как можно решить. Ну, сейчас самое время поговорить о мусоре, потому что я предлагаю в конце нашего эфира еще раз обратиться к жителям. И вот я хотела еще, знаете, что вас спросить. А вот вы лично, ваши сотрудники, управлений убираетесь во время субботников? Конечно, убираемся. У нас субботники по решению главы района, по поручению, у нас вообще месячник по благоустройству идет. И первый субботник у нас проходили еще 26 марта, они начались. Но тогда эксплуатирующие организации, как правило, убирали свои подвесные территории. Вот 2 апреля у нас был субботник. И с привлечением уже сотрудников администрации с 9 числа у нас вот в таком большом, развернутом составе был пройден субботник. Убирали каждое, скажем так, управление, подразделение, свои закрепленные территории. И что очень радостно и приятно, жители очень хорошо откликнулись и, видя, скажем так, такой вот массовый выход на территорию, также поддержали, приняли активное участие в субботнике. Как бы это очень хорошо, это приветствуется. Вот поэтому хотелось бы обратиться, наверное, ко всем нашим телезрителям. Впереди у нас еще 2 субботника, 16 и 23, причем 23 апреля у нас будет общий областной субботник. Поэтому всех приглашаем прийти, помочь и навести порядок в своих дворах, на своих, скажем так, территориях. В своем любимом городе и районе. Совершенно верно. У меня несколько вопросов осталось. Мы уже не успеваем. Наш эфир подходит к концу. Я передам Сергею Анатольевичу все вопросы и ответы на них можно будет прочитать со страниц газеты «Видновские вести». Да, конечно. А я благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня в эфир и ответили на многие-многие вопросы наших телезрителей. Спасибо. На этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok